Итак, книга, лучший подарок, чтение, лучшее учение. А вы любите тишину или решили стать библиотекарем? Куда поступать? Да, в Белорусский государственный университет культуры и искусств. И сегодня у нас в гостях его ректор Наталья Корчевская. Наталья Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что вы были делегатом Всебелорусского народного собрания. Поделитесь атмосферой, эмоциями, как прошло все. Да, это правда, эмоций действительно много. И уже я поделилась даже со своими коллегами. Я надеюсь, они дальше передадут. Не одна я, кстати, от университета участвовала. Еще Ирина Аркадьевна Дорофеева была избрана делегатом. Мы видели ее, она в президиуме сидела. Вот, я не видела, потому что не всех в президиуме я видела. Впечатления самые положительные, потому что это правда редкая возможность поговорить и повстречаться с теми людьми, во-первых, с которыми ты уже давно знаком, с теми, с кем ты не встречался. И обсудить какие-то действительно очень важные вопросы, касающиеся развития нашей страны. Ну, тема молодежи там обсуждалась в том числе. Вот, все-таки, очень серьезная организация у вас, как бы там ни было, да? Белорусский государственный университет культуры и искусств. Вот, опишите портрет вашего студента. Ну, какого-то усредненного портрета, наверное, очень сложно его описать. Но, прежде всего, это очень талантливый молодой человек, который... То есть, все-таки, талант это первостепенно для поступления в ваш университет? Ну, на большинство специальностей, да. Это должен быть человек, у которого вы развиты, то есть, не просто после школы чаще всего на какие-то специальности к нам поступают, а люди, которые еще дополнительно чем-то занимались, либо в учреждениях дополнительного образования, либо в коллективах творческих. Чаще всего это так. И это люди, которые имеют способности, талант в определенном виде деятельности и видят себя в дальнейшем в культуре. А вы должны уже их развить, эти таланты врожденные. Да, но они должны изначально быть, да. И на многие специальности нужно иметь предварительную подготовку. Редко, когда можно после школы поступить в наш университет. Есть, действительно, специальности, где можно закончить школу, сдать централизованное тестирование и выбрать для себя впоследствии. Библиотекарь в них входит? Входит, но это очень творческая работа библиотекарей. Вот я не согласна с тем, что это тишина и покой. На самом деле, это люди очень организованы. Тихо в библиотеке. Да, тишина должна быть в библиотеке, как старые шутки. Но библиотекарь – это очень важная профессия. На самом деле, они даже востребованы в том же IT, потому что это умение работать с большими объемами информации. С архивами в том числе. Расскажите о международном сотрудничестве университета с другими вузами. У нас очень много вузов-партнеров. Со многими странами мы сотрудничаем. Я сейчас всех их не перечислю. Прежде всего, это, конечно, вузы Российской Федерации и Китайской Народной Республики. С российскими вузами у нас есть программа академических обменов. Это и Санкт-Петербургский институт культуры, и Кжельский государственный университет с Орловским институтом культуры. Мы сотрудничаем активно с Кемеровским. Наши китайские друзья, они, в общем-то, очень любят получать у нас образование. Я очень рада, что наше образование очень ценится. Кстати, а сколько студентов учится у вас китайских? Китайских в данный момент 750. Эта цифра меняется, потому что кто-то из них заканчивает. Это же разные уровни. Кто-то учится на ПО, кто-то учится потом первая ступень, вторая, аспирантура. До докторантуры пока не дошли китайские наши друзья. А русские знают у тебя? Ну, конечно. То есть они по-русски общаются? Они либо по-русски, в зависимости от того, какая программа, либо по-английски. То есть по-английски тоже преподаете? Да, мы преподаем. А специальности какие предпочитают? Мы преподаем по-английски для китайцев. Прежде всего это касается специальности второй ступени, то есть это магистратура. И прежде всего это искусство видения и культурология. Но китайцы уже едут в том числе на библиотеку видения. Это очень длительный процесс, потому что я, помню, была в командировке, еще будучи первым проректором, и мы договаривались с руководством одного университета китайского с тем, что мы попробуем готовить библиотекарей. И вот только, получается, через два с лишним года мы дождались первых мероприятий. А если едут иностранные студенты все-таки к вам учиться, то наверняка же есть какие-то инновационные наработки или нет? Ну, прежде всего и КТ, естественно, и информационно-коммуникационные технологии мы вынуждены активнее использовать, потому что это проще им тогда быстрее перевести с использованием всего остального. Но, в принципе, они едут к нам за классическим образованием, за классическим, искусствоведческим, либо образованием в сфере искусства. У них очень востребованы наши хореографические специальности, музыкальные. Да, потому что, я думаю, танцы логичны. Да, да, да. Музыкантов очень много, очень много у нас. У нас даже хор китайский есть, который... Ух ты! Да, есть прям китайский хор, который поют... Прямо они поют песни. И можно даже где-то послушать? Да, они даже принимали участие в правительственных концертах. Но хороший хор? Хороший. Хороший хор. Супер. То есть для них это то, чего не хватает в Китае, поэтому... Хорошо, но Саша не просто не дает. Я все пытаюсь задать вопросы. Саша все сам задает. У него такая непрерывная беседа с вами. Но, тем не менее, все равно инновации в образовательном процессе. Сейчас все только об этом и говорят. Для просто студентов, ну, для наших, для белорусских, появились какие-то, может, я не знаю, мультимедийные там истории? Может, что-то еще? Конечно, ничего нет того, что мы используем для китайцев и не используем для белорусов. Это, в общем, никто не отделяет их друг от друга. Мы вообще стремимся, чтобы они максимально близко друг с другом общались. Потому что, с одной стороны, китайцам проще учить русский либо белорусский язык. Они даже иногда по-белорусски говорят. Сложнее. Но все то же самое. Есть там мультиборды используются, все там лингофонные комбинеты, если это все нужно. Компьютерные классы мы обновляем постоянно. Но, повторюсь, для нашего образования очень важны традиции. Поэтому для нас, наверное, первично, к примеру, было обновление парка музыкальных инструментов. И вот благодаря этой программе, которая в свое время была президентом и инициирована, у нас фактически все пианино заменены. У нас появился хороший рояль. То есть для студентов, которые обучаются этим специалистам, это очень важно. Это важнее иногда, чем использование гаджетов. С другой стороны, те люди, которые изучают у нас информационно-коммуникационные технологии, конечно, мы закупаем там самые последние программы и приглашаем специалистов, которые могли бы им прочитать эти дисциплины на более высоком уровне. Мы желаем вам исключительно одного, чтобы вы продолжали прививать любовь к книгам и замечательных специалистов выдавать. Спасибо огромное, что пришли к нам этим утром. Ну, а мы напоминаем, что в гостях у нас была Наталья Корчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств.